всем привет сегодня хочу рассказать горелки которая была куплена мной буквально пару месяцев назад изначально мной была сделана горелка я уже не рассказывал это самодельная горелка вот она находится в этой коробочке спиртовка и целью ее было приготовление чая кофе на даче так как на даче нету плиты электрической или газовой и для этих целей была куплена и сделана именно такая горелка чтобы в течение там 15-20 минут был готовый чай либо приходится разводить костер разводить костер для чая немножко накладно посмотрев ролики на ю тубе и в частности один из каналов алексей мучанка показал такого плана горелку вот такого такой она находилась коробочки тоже именная такой коробочки и мне захотелось ее приобрести я ссылку наверно под видео покажу именно вот на то видео алексея мучанка но когда я выбирал я нашел у продавца в интернет аукционе горелку именно такую как вот было в ролике у алексея но поговорив с продавцом он сказал что хорошая горелка но на нее лучше не ставить более одного литра воды горелка мной бралась не только для приготовления воды там или еще что-нибудь так сложилось что 21 декабря всем обещали конкретный этот самый в общем вы помните и очень сильно пугали тем что будут выключены коммунальные сферы понятное дело зимой я думал что выключат и газ то есть я понимал что ничего такого страшного не будет но выключат свет и газ вполне такое то есть такое у меня понимание было что может быть выключат для этих целей была куплена именно такая горелка чтобы на ней можно было приготовить еду для трех человек то есть критерий выбора этой горелки был именно такой чтобы она чтобы на ней можно было приготовить еду для трех человек она таким же способом открывается но единственная разница с той горелкой но не единственная несколько отличие от той горелки то что в этой горелке 3 там 4 вот этих спинки здесь 3 и здесь есть такой центральный болт я не знаю преимущество в дальнейшем будет это или недостаток может быть он действительно и прогорит не знаю но получается именно это не дает разъезжаться вот этим вот лапкам со временем то есть ну то есть от веса вывеску это ставите и она вот но не разъезжается подержится благодаря этому болту не знаю насколько это будет надежно и в общем покажет время здесь также присутствует этот поджиг тоже отходят эти но эти штучки в общем по типу она сделана точно такому же как и то горелка китайцы вот эту горелку слезали с кавеевской горелки сейчас я эту вкручу кавеевский 450 граммовый баллон мы для этого будем использовать интерфейс у него резьбовой еще в этой горелке я хотел показать вот здесь есть уплотнительная резинка вот это ее функциональность дополнительная она не основная здесь вот внутри если видно есть такой язычок который нажимает на клапан в баллоне и рядом с ним сбоку находится именно вот это вот резинка черная она выполняет основную функцию чтобы газ не вытекал с баллона но наружу с боков то есть эта функция дополнительная резинка если ее убрать то газ в принципе вытекать не будет я это говорю к тому что но чтобы люди особо там закручивая не занимались таким делом фанатично чтобы аж так продавить резинку чтобы там прям видеть как она взнялась чуть-чуть закрутили почувствовали что у вас ну то есть зажата немножко немножко провернули все горелка в полной боевой готовности коробочка коробочка мне очень нравится тем что она имеет такой жесткость такую и когда горелка в ней лежит вы например бросили это в сумочку соответственно она коробочка защищает горелку от воздействий механических которые могут в сумке на нее в общем вы поняли коробка охраняет горелку в том месте где вы носите вот немножко покажу аналогом чего является эта горелка вот ковеевский сайт у ковеи есть такая горелка посмотрите сюда вот на эту горелку здесь видите какой пропил такой целая такая дырка здорово теперь посмотрите на ковеевскую горелку вот эта оригинальная горелка сделана ковеей и выпущена именно этой фирмой то есть здесь такие три отверстия идут это вот основные отличия по которым можно отличить еще ковеевская горелка выполнена из нержавеющей стали еще ковеевская горелка стоит 400 гривен пересчете на русские деньги это где-то 4х4 1600 рублей а это стоит 130 гривен в пересчете на русские где-то 400 520 рублей ну я думаю в пересчете на доллары уже там сами попробуйте но это примерно вот это вот китайская где-то 50 получается денег 15 долларов а вот это получается где-то 50 долларов если у меня была возможность я бы приобрел такую горелку может быть в принципе я ее когда-то и приобрету но здесь нам нужно было принимать решение быстро а финансов не было много то есть не думалось о том какую горелку выбирать просто нужна была горелка которая смогла бы при отключении газа помочь приготовить еду дальше титан а еще здесь отличие смотрите вот здесь крутилка такая с кругляшком в этом такой квадратный этот самый видите да квадратный фигня дальше включается это горелка просто по моему даже на кухне включается труднее во всяком случае у меня пьезоподжига в кухонной плите нету поэтому это зажигается проще откручиваем слышим что пошел газ нажимаем пьезоподжиг все горелка работает работает она тихонечко ну при желании конечно можно но я думаю это лишнее вполне себе нормальная такая компактная горелка в случае покупки ее с баллоном 110 грамм можно использовать ее вплоть до каждодневного ношения скажу честно недавно был случай когда мы с другом ходили в общем ходили мы с ним гуляли и немножко промерзли то я был бы не против чтобы на тот момент у меня была эта горелка чтобы приготовить чай вроде бы с одной стороны кажется таскать с собой но в тот момент я был не против я с собой таскать для приготовления чая воспользуемся нашей уже известной нам кружкой которую мы уже видели когда делали чай со спиртовой горелки но все функции спиртовой горелки мы отложим в сторонку так 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 налили полную кружку зажгли газ по хронометражу отсчитываем пару секунд чтобы взять секундомер в руки на своем телефоне так как планшет пока включится так секундомер старт сколько там у нас прошло наверное секунд 30 да ну прибавим к этому значению еще 30 секунд секундочку сейчас я переключу фотоаппарате фокус все наблюдаем секундочку сейчас я так вот пока я дайте-ка секундочку вам покажу пока мы бегали за этим уже у нас пошли первые бульки при этом все работает тихонько можно конечно готовить вот таким образом но я не вижу в этом смысла выпалить баллон с газом спешить нам некуда у меня есть друг еще расскажу небольшую историю относительно этого баллона вернее этой газовой горелки мы с ним ходили в лес специально для того чтобы испробовать как она будет работать при температуре минус 10 градусов ну вроде бы минус 10 это не так много причем на баллоне написана температура использования секундочку минус 23 градуса сейчас я покажу вам вот вот минус до минус 23 градусов ну и мы с ним пошли и испробовать эту горелку для приготовления тоже чая у него была кружка по моему там я потом выложу это видео с этих мероприятий мишуль и там кружка немножко побольше так я вам скажу что мы грели на вот этой горелке чай в течение двадцати восьми минут мне приходилось греть баллон руками хотя там ну вот градусник взял я и там на градуснике было всего лишь минус 9 но в зимнем лесу газовый баллон с горелкой мне не понравился я когда его приобрел подумал что эта горелка вот это еще покажу вам еще раз свою горелку в 720p когда я снимал видео про эту горелку у меня не получалось еще пользоваться 720p вот теперь исправляюсь уже закипает вода кстати уже по звуку слышно что закипает вода прошло у нас 3 минуты тридцать девять секунд смотрим еще прибавляем 30 секунд вот видно да на весу не получается долго руки держать вот вода уже у нас закипает так вот Отложим в стороночку, на всякий случай, нетбук. Используемся тряпочкой из комплекта. И смотрим. Итого. Смотрим на время. Прибавляем 30 секунд. Понятно, что можно было это сделать на порядок быстрее. Но мне спешить в принципе никуда. Вот у нас получилось 5 минут и 40 секунд. Стоп. Ну и далее. Я думаю, что многие делают точно так же. Наша старая знакомая. Я люблю посладше. Естественно, сахар по вкусу. Укажу чай. Сладость чая своя. У меня 3 ложки сахара на кружку чая. Все. Далее он сейчас заварится и будет у нас чай, приготовленный на этой горелке. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Далее буду стараться продолжать снимать интересные ролики. До встречи. До встречи. Пока.